В День Героев Отечества в Анапском филиале Московского Педагогического Государственного Университета открыли парту героя. Ее открыли в честь старшего лейтенанта Близнюк Дениса. В мероприятии приняли участие родители, супруга Кристина, младший брат Дмитрий, а также студенты, педагоги, представители комитета солдатских матерей. Пришли и сослуживцы. В День Героев Отечества в Анапском филиале Московского Педагогического Государственного Университета открыли парту героя. Ее открыли в честь старшего лейтенанта Близнюк Дениса. Ученический столб с фотографией участника боевых действий, ранее учившегося в университете, установили на самом видном месте учебного заведения. Теперь память о нем живет и в Анапском филиале Московского педагогического государственного университета. Решил свой подвиг для того, чтобы мы сегодня имели возможность учиться, мирно жить, получать образование, чтобы вы сегодня могли делать, молодежь, добрые, мирные дела. Спасибо нашему герою, мы будем всегда помнить и данная парта будет встать на самом видном месте. Мы будем всегда на всех торжественных мероприятиях всегда встать на место. Спасибо ему и мы всегда помним нашему герою. Денис погиб 5 марта 2022 года в бою на поступах к Николаеву. На переднем краю под огнем противника он корректировал огонь, нанося поражение врагу. В ходе боя командно-наблюдательный пункт подвергся обстрелу. Денис погиб на месте, награжден Орденом Мужества. Его подвиг – пример офицерской чести, боевого духа, ответственности. Именно об этих качествах напоминает ребятам. Парта героя. Денис Николаевич был самоотверженным военнослужащим. Мы проходили вместе с ним службу в самоходно-аркетическом дивизионе. Всегда твердо стоял на своем, уходя на боевую задачу. Нисколько не сомневался не в правильности наших задач. Всегда заботился о личном составе, о своих подчиненных. Молодые люди, которые будут здесь учиться, будут смотреть на него. И, возможно, кто-то даже последует его примеру и решит после получения высшего образования пойти по линии службы и отдать, так сказать, долг Родине. Родители Дениса говорят, что сын всегда был оптимистом и жил для других. Они гордятся сыном, который был для всех большой опорой и надеждой. Дениска родился вообще богатырем. Он родился 4,5 килограмма и 53 сантиметра. Рос он крепким мальчиком. Потом пошел в школу. Учился сначала хорошо, потом начал учиться плохо. В итоге к 9 классу он закончил школу без одной четверки. И когда нам с папой вручали грамоту, благодарность, мы, правда, удивились. Мы не ожидали. Потом он поступил в Пензенскую технологическую академию. Ну, нас с папой перевели в Анапу служить. И здесь он уже поступил в Шолоховский университет. Отучился хорошо. И 12 июля ему пришла повестка. Повестка я нашла, и она до сих пор у меня дома лежит. Пошел в армию. И сразу, через полгода заключил контракт. И начал служить. И потом попал во взвод НАТО. Служил он хорошо, без нареканий. Ему это нравилось. Потом он пошел, отучился 4 месяца. Ему дали звание лейтенанта. И вот перед тем, как погибнуть, он получил старшего лейтенанта. Всех надо помнить. И память это такое... Это и есть та точка соприкосновения, которая идет между поколениями. И именно памятью люди, ну вообще, да, по истории. Люди понимают, что было. То есть хорошее знание истории — это знание будущего. И то же самое, что люди, когда будут помнить, знать, чтить героев, они будут на них как-то равняться, они будут понимать, что они могут что-то еще в жизни. Что-то привнести, что-то сделать. Там, я не знаю, написать ребятам лишнее письмо и обрадовать их. Многого-то не надо. Листочек с ручкой отнести там или передать с кем-нибудь. А уже вот это вот понимание вклада, оно как-то в копилочку добра отложится. И от этого как бы всем будет хорошо. Это не помнить нужно. Директор Анапского филиала Московского педагогического государственного университета Елена Некрасова выразила соболезнования близким героям и отметила, что сотрудники, студенты МПГУ всегда будут гордиться его подвигом. Сегодня день в Российской Федерации очень значимый, очень ответственный и важный. День героев Отечества. И в этот день сегодня мы вспоминаем героев Отечества, отцов, дедов и тех героев, которые сегодня рядом с нами, которые сегодня защищают нашу великую Россию. И мы сегодня в этот день вспоминали нашего героя, нашего выпускника Дениса, который учился в нашем университете, который закончил в 2012 году наш университет и погиб. Поэтому сегодня мы открыли парту нашего героя, который будет постоянно находиться у нас в университете, который будет нам напоминать о нем, мы будем вспоминать о нем и гордиться, что такой выпуск книг есть в нашем университете. КОНЕЦ Олеся Давыдова, Мария Величенко, 39 канал.